В студии 25-го часа Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Добрый вечер. Нет сейчас популярней темы, чем Третья мировая война, которая все наступает, наступает, наступает на нас и никак не наступит. Но, как мне представляется, это тема для огромных спекуляций, для того, чтобы сделать жупил, например, из России, для того, чтобы решать какие-то свои проблемы большим политикам. Вот, например, когда Энни Танеху обещает Байдену, что не будет наносить удары по ядерным объектам Ирана, а будет бить только по военным объектам, все понимают, что Израиль, в общем-то, уже перешел все красные линии, которые, возможно, стер в пыль газу, бьет по Ливану. Стоп, 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 стоп. Израиль не может перейти красную линию, потому что это антисемитизм. А, понятно. Израиль прав всегда. Понятно. Это фундаментальная основа западного бытия. По крайней мере. Но, на самом деле, сейчас такая борьба за мир, что Третья мировая война уже не всех пугает. Понятно. И сама тема Третьей мировой, она вызвана борьбой между Трампом и Харрисом. Так получилось, что главный козырь Трампа сегодня, помимо попытки его убить, это страх американцев перед Третьей мировой. И он говорит, ребята, вот это вот представитель демократической партии устроит Третью мировую войну, и вы сгорите в атомном огне. Неважно, кто его будет навозить. А вот я приду и обеспечиваю мир, и уже потом покой, процветание и все остальное. И сейчас те силы, которые ориентируются на Трампа, они пытаются повысить градус напряженности, чтобы запугать американских избирателей, чтобы они проголосовали за Трампа. А те, кто за демократов, они, наоборот, стараются снизить градус напряженности, чтобы проголосовали против Трампа. Вот и все. — Третью мировую бурно обсуждают на всех площадках. Это Европа, это Америка, это Азия. Но, посмотрите, мировое сообщество в этих условиях, когда все кричат о возможности Третьей мировой, демонстрирует крайнее бессилие, как и Организация объединенных наций, против которой днем ранее очень жестко выступил Эрдоган. Ведь Израиль нанес удары по миротворцам в Ливане. Два человека была ранена, и что может мировое сообщество? Да мировое сообщество практически не может ничего. Мир зависит от воли одной единственной страны, от внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, а все остальные подождут. — Ну, Организация объединенных наций напоминает мне Всемирную торговую организацию. Она не работает с 2016 года, уже 8 лет. И вряд ли когда-нибудь будет работать дальше. Но огромное количество людей не обращает на это внимания и делают вид, что ВТО существует и функционирует. Точно так же Организация объединенных наций. Это место для прекрасных театрализованных представлений. Я думаю, Мирхольд позавидовал бы некоторым публичным выступлением на ее площадке. Но если вопрос касается реальной политики, то, товарищи, как бы Израиль запретил въезд генеральному секретарю ООН на свою территорию, оставаясь членом Организации объединенных наций. Это хороший урок нам всем, как нужно относиться к декорации. Из дискуссионной площадки, где идет поиск компромисса, он превратился, скажем прямо, в политический манеж для склок и обвинений. Из дискуссионной площадки, где идет поиск решений для будущего, он превратился в просто дискуссионную площадку. И вот что интересно. Президент Федеральной службы разведки Германии Бруно Каль, когда выступал перед парламентским комитетом в Берлине, заявил буквально следующее. Российские войска должны быть готовы к нападению на НАТО не позднее конца этого десятилетия. Давайте, может быть, будем читать между строк. Во-первых, не Россия придвигалась к границам НАТО, НАТО придвигается к границам России. Нет, 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 нет. Это вы говорите по-русски. В западном восприятии Россия угрожающе придвинулась к НАТОвским базам. Это акт агрессии. Я совершенно не шучу. Но это не означает, что в НАТО кто-то верит, что Россия действительно готова напасть, проявить агрессию, воевать со странами НАТО. Речь идет о том, что к концу десятилетия Россию, которая укрепляет свои позиции, надо просто подверстать, назовем это так, под некую западную систему безопасности, вписать ее в новые рамки, в новые условия, склонить ее к компромиссу, чтобы при всей своей готовности в случае чего воевать с НАТО, она просто не стала бы этого делать. Пошла на все условия. НАТО это организация, которая, все решения, в которых принимают Соединенные Штаты Америки. Это факт. Но НАТО, как любая организация, имеет свою собственную инерцию. НАТО создавалось для борьбы с Советским Союзом. Наследницей Советского Союза стала Россия. И в силу сугубо бюрократической логики, объективной задачей НАТО является уничтожение России. Точка. Переговоры замечательные. Помните, были такие минские переговоры? Помните, была чудесная стамбульская сделка? Одна из сторон выполнила свои обязательства. Я, правда, не помню кто, но выполнила полностью. Чем это для нее обернулось? Большими радостями. Поэтому переговоры с нами будут вестись. И будут использоваться разного рода предатели для продажи национальных интересов России. Ну и планируется поступить с нами, как с американскими индейцами, которые даже сейчас имеют свою территорию в Соединенных Штатах Америки. Нам этого не предложат. Но возможности выживания для кого-нибудь, вероятно, остаются. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. В студии 25-го ЧАОСА Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное не то, что сказано в нем, а то, что будет сказано в моем канале на Телеге и в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них.